Вечер в хату. Сегодня мы с инженером расскажем вам нашу заколдованную тюремную историю. Вы просили нас об этом в комментариях под нашим другим видосом. Поехали! Кефтиме! Чуец в швепс! Ой, старый, не коси под молодежь! Эти слова уже не в моде! Сейчас хайпово говорить! Чилить своих хейтить! Поди шейминг! Ебучку завалил, уволень, бля! Я щас пукну! Что-то ты переборщил, Манди. Он аж перданул. Я все, батя, расскажу. Он мастер спорта по унижению тупых стариков. Рассказывай мне похую. Так вот, пора бы начать историю. Да, мы с инженером сидели в ГТА-5. РП в тюреге за одно нехорошее преступление. Я лучше не буду говорить за какое именно, но можете писать свои догадки в комменты. Мы были вдвоем в одной камере. Это вся история. Ха! Ну да ладно, шучу, конечно же. Стоит так же добавить, что у инжа было погоняло коротышка, а у меня циркуль. Инженеру прозвище дали за его рост. А вот мне. А вот меня в первый день пустили по кругу. Один раз, когда нас выгнали на улицу прогуляться, произошла смешная ситуация. Нас подозвал к себе зэк с татуировками на всем ебальнике. Кличка его была Шарлатан. Он предлагал нам всякие заманчивые приколы, от которых голова начинает кружиться, в глазах темнеет. Но нам это нахуй не надо было, ведь я и так все вижу тускло, а у снайпера голова кружится после того раза. Обосри меня, кирпич! Ты забыл добавить, что когда Шарлатан позвал нас, я жестоко перданул. Да блять, ты совсем там ебанулся! Да нет, наверное. Я просто подумал, что это очень важная деталь. Ну ладно, мы этого Шарлатана нахуй послали, а он почему-то начал выебываться. Ну а я не растерялся и прописал ему двоечку поебучки. Туда его, ботяру глубоководного, чтоб не втыкал. Это еще повезло, что он низкий был, иначе ты бы не дотянулся. Этот зэк дал заднюю. Ну конечно, с коротышкой и циркуем лучше не иметь дела, водолаз. Но это еще не все. Мы также пиздились с сухими дедами, которые на нас пиздели. Их было трое. Они нам кричали всякую хуйню, но мы не стерпели и задали им трепку. Я одному свертуха надал почелюхе, второго снайпер Бадишотну, а третий умер от старости. Ах, ох да. Было время. Но ты помнишь, как обвертел меня вокруг пальца? Еще как помню. Я как-то раз сказал снайперу, что могу поджечь палец, а тот не будет болеть. Я взял зажигалку и зажег палец. Мне не было больно, так как на моих пальцах была двухсантиметровая корка. А снайпер повелся и поджег свой волосатый палец. Его мех так и вспыхнул. Вот умора, ебать. Вообще-то это нихуя не смешно. Я мог остаться без пальца. Или, что еще хуже, без волос на пальце. Это будет тебе уроком, жопа, писи, какашка, домашонка, пенис, хер и так далее. Намек понят. Эй, петухи, помните, я обещал своего батю позвать. Вот, я с ним пришел. Сейчас кто-то получит поебальнику. Вот этот дядя в машине меня обижал. Я даже пукнул от страха, когда он меня грациозно обзывал. Ты че, блядь, щенок? Я щас тебе ебну. Это мои старые ветхие товарищи. Как я могу на них руку поднять? Ебать, здорово нахуй, шпигун. Давно не виделись, Димка-невидимка. Предлагаю выпить в честь такой замечательной встречи. Можно даже в жопу... Ебалайство! Я лучше пойду. Никуда ты не пойдешь, неформал, пизда. Ты слышал, дядя снайпер сказал, чем мы щас будем заниматься. Хочу развлечь свой анус. ВООБРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова